Спектакль «Товар наличия» по песе Денис Баналь поднимает тему нежеланной беременности, абортов и продажи детей. Актерская группа давно работает над постановкой спектакля, а сейчас эта тема набирает еще большую актуальность. У нас в городе, я думаю, все слышали о том, что женщина хотела продать ребенка. И осознание того, что это вот рядом, это, наверное, соседняя улица в соседнем доме, в соседнем подъезде, ужас, наверное, происходящий вокруг. Действие спектакля происходит в так называемом доме, где вынашивают детей, после чего продают их богатым бездетным семьям. Одну из героин зовут Жанет. Она продает уже третьего ребенка и считает это гуманным. Когда все детство, все юность, живешь в нищете, вот, наконец-то, покупаешь себе новое пальто. Ты впервые его надеваешь. Стоит чудесная погода. На тупле твоей совершенно старой ты прячешь их. Прячешь их в автобусе под сиденьем. Это уже третий ребенок, которого она продает. И надеяться на то, что четвертый ребенок, который у нее будет, это будет уже быть желанный ее ребенок, который никогда не будет знать, что такое нищета. Каждая девушка со своей жизненной историей, обстоятельствами, которые подтолкнули ее на этот шаг. Вторая героиня спектакля «Флоранс» воспитывалась набожными родителями, поэтому ее беременность до брака является позором для семьи. Находясь в этом месте, я, как я уже говорила, что у каждой женщины просыпается этот материнский инстинкт. И она должна отвечать перед собой, перед природой. И в такие моменты действительно хочется убежать, но по каким-то причинам она не может этого сделать. Все наши животы, наши кошельки. Управляет пансионатом некая мадемуазель. Она сделала на продаже детей бизнес и активно его развивает. Как бы мне немножко, конечно, сложно в том плане, что я сама мама, как я уже сказала. И я не представляю себе, как это можно продать своего ребенка. А здесь, собственно, такая женщина, которая построила еще и целую корпорацию на этом деле. Актерская группа намеренно не дает оценку действиям героинь пьесы. Их выбор она оставляет на суд зрителей, лишь намекая, что материнство – непродажное дело.